Так, что это за болезнь? Ну, Такер Национальная Ассоциация Афазии утверждает, что 85% американцев не знают, что это за болезнь. Но они узнают о ней этим вечером из-за Брюса Уиллиса и нашей привычки следить за знаменитостями. И я рад, что они узнают о ней. Что такое афазия? Афазия — это неспособность выражать себя, описывать объекты, понимать язык и правильно подбирать слова. Сейчас я тебе покажу, где она находится. Она находится в левом полушарии мозга. Передняя часть называется афазией Брока, задняя — афазией Винокура. Также возможно болеть ими обоими, и это вызывает когнитивные нарушения. В случае Брюса мы не знаем, какая именно у него афазия. Известно, что более двух миллионов американцев болеют афазией. Чаще всего из-за инсульта, но также есть шанс на развитие болезни после травмы головы. Также афазия может быть дегенеративным случаем деменции. Мы слышали, как Дэми Мур говорила о когнитивных нарушениях. Мы не знаем, какие именно, так как причиной может быть все, что я перечислил. Ведь у нас нет результатов ни медицинского осмотра, ни МРТ. Но вот что нам известно, Такер, мы знаем, что актер, икона, за которой мы постоянно наблюдали, проецируя себя на его место, заболела афазией. Мы не замечали, как много боли он мог переживать, когда сам выполнял трюки. Что это значило для него, и к чему это его привело. Но сегодня мы должны все изменить. Мы должны пожелать Брюсу здоровья, не как актеру, а как человеку. Молиться и надеяться на лучшее. Брюсу сможет помочь логопедия или переобучение мозга. Так что нам остается ждать, что Брюсу человеку, а не Брюсу актеру, станет лучше. Сложный диагноз. Что еще сказать? Доктор Марк Сигал, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok